всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя сейчас хочу показать как связать вот такую сумку ведерко я очень долго думала как выбрать к ней узор остановилась на галочки в раскол но она очень здорово смотрится еще в двух узорах здесь я вам сейчас оставлю ссылку на узор верблюд на канале надежда лап и следующей ссылкой будет узор шишечки на канале софт декор переходите смотрите выбирайте наиболее подходящий вам узор а в данный мастер-класс войдет вязание дна укрепление дна переход к вязанию стенок вязание стенок обвязка края и покажу как я пришиваю фурнитуру большим плюсом этой модели для меня является то что на нее хватает всего одного мотка пряжи сейчас здесь вставлю ссылочку на сумочку на моем канале которая также вяжется всего с одного мотка пряжи и подкладку мы тоже с вами сошьем это будет отдельное видео все оставлю в инфобоксе начнем мне понадобится моток трикотажной пряжи я остановилась на бисквит цвет хаки набор фурнитуры из искусственной кожи ремень и пришивные лямки а также в такой акриловая донышко 15 сантиметров где можно приобрести ссылку на магазин и свой промо код на скидку я оставлю под этим видео а также здесь вставлю ссылку на обзор тоже ознакомьтесь там есть некоторая полезная информация также потребуется нитки и игла для пришивания боковушек вот этих с лямками в цвет пряжи либо в цвет самой фурнитуры ножнички и крючки крючок основной который буду вязать 8 миллиметров и вспомогательные я взяла 6 миллиметров чтобы хорошо проходил в отверстие донышко тоже оставлю здесь сейчас ссылку на обзор по крючка чтобы пряжа поступала в полотно вязание ровно я подматываю моток на опоре буду это делать каждый раз чтобы петли были аккуратными и одинаковыми беру край и создаю кольцо амигуруми кладу нить оборачиваю вокруг трех пальцев вывожу на эту сторону ввожу крючок и вытаскиваю первую петлю закрепляю ее воздушной это первый столбик мне нужно сюда провязать еще пять чтобы вышло 6 столбиков 2 подача нити всегда вот этой скруткой вверх на пальцы тогда петли будут поступать вязание одинаково 3 4 6 готова теперь я складываю их пополам и тяну за край туго туго стягивая кольцо здесь сейчас на этом этапе я могу себе подготовить отверстие первого столбика следующего ряда ввожу чем-то острым либо крючком поменьше и протыкаю первую галочку вот чтобы она вышла между двумя нитями этого столбика с изнанки и теперь окончательно подтягиваю кольцо и соединяю соединение в первую кромочную косу вот она протягиваю петельку готова и закрепляю ее воздушный теперь то место которое подготовили я должна ввести крючок и вытащить еще одну петлю которая образует столбик 2 ряда я прохожу туда крючком и вытаскиваю вытаскиваю крючок вставляю его обратно таким образом и вот он первый столбик в этом ряду мне нужно в каждый столбик предыдущего ряда провязать 2 чтобы 6 получить 12 1 я пока оставляю при этом методе соединения сюда я не могу сейчас двойной провязать я провяжу его в конце ряда теперь следующий ввожу крючок так чтобы с изнанки он вышел между двумя нитями одного столбика на первом ряду это проблематично ну вот между двумя и вошел точно так же этот край нити я сейчас связываю в полотно все вытаскиваю следующий столбик и провязываю сюда же сейчас буду вязать 2 так до конца ряда вяжу по два в каждый следующий вот она между кромочными косами это галочка я прокалываю ее ровно посередине и слежу чтобы с изнанки она прошла тоже ровно посередине вот так между двумя нитями одной галочки так вяжу по два в каждую до конца я провязала двойные до конца ряда и вот моя первая в которую я не добавила сюда сейчас вяжу вторую вот готова 12 петель немножко вытягиваю делаю соединение в первую кромочную и также закрепляю и и воздушной готова теперь нужно образовать первый столбик следующего ряда я прохожу отверстие куда буду колоть крючок вот она и вывожу оттуда нить вытаскиваю вытаскиваю крючок вставляю его обратно и образую первый столбик следующего ряда в этом ряду из 12 петель получится 18 каждый ряд будет добавляться 6 петель то есть буду провязывать шесть двойных и теперь чередую одна одинарная потом двойная слежу за тем чтобы крючок проходила ровно в галочку и с лица и снаружи прокалывал ее вот сейчас сюда 2 вяжу следующую одну потом снова 2 снова одну до конца ряда ряд закончится двойной делаю соединение и образую первый столбик следующего ряда в четвертом ряду мне нужно сделать также 6 добавлений но здесь теперь чтобы не запутаться я буду делать их относительно добавлений прошлого ряда мне нужно сделать в те которые в прошлом не были двойными вот двойная вот двойная между ними вот одна так на протяжении всего ряда вот в эти одинарные прошлом ряду мне нужно сделать добавки и опять попадает на первую добавление я не делаю его сейчас а делаю в конце ряда и так слежу за подачей нити слежу за тем как крючок прокалывает галочки вяжу 2 вот они теперь следующую делаю добавление и так 2 добавка 2 добавка последняя добавка придется на первую в этом ряду то есть сюда же следующего ряда можно себя контролировать пересчитывать двойные чтобы всегда было 6 и они были через одинаковое количество столбиков и здесь теперь с этого момента нужно делать добавление в столбик который идет после добавки прошлого ряда вот добавка прошлого ряда вот он столбик в него добавляем добавление прошлого ряда будем добавлять в этот столбик ни в коем случае не добавляем в столбик который один из добавленных иначе у нас будет приобретать круг угловатость нам этого не нужно поэтому мы следим за этим не пропускаем добавления контролируем себя на каждом ряду в каждом следующем ряду добавка будет через большее количество столбиков сейчас я связала добавление 3 добавление 3 и добавление то есть на каждой четвертой вяжу 2 в 1 так до конца ряда следующий ряд добавки будут через каждые 4 одинарных так как в прошлом было три вот она у меня текущее добавление в прошлом ряду я оба столбика просто провязываю и в следующий вижу 2 и этот ряд 4 одинарных потом двойной 4 одинарных потом двойной и они сами по себе получатся вот в этот столбик следующий за двойной в прошлом ряду но контролирую себя вот таким двойным контролем я выхожу на следующий ряд и думаю что он будет последним ориентируюсь я по своему донышку вот смотрите следующим рядом будет такой же размер как у моего донышка поэтому я образую 1 столбик вот он и начинаю вязать вот в прошлом ряду добавления вот оно то есть я вижу до этого одинарные 1 2 3 4 и в следующие буду делать двойной 1 и сюда же 2 этот ряд добавление через пять столбиков она придется также здесь вот на последний столбик потому что вот она предыдущая все вижу 5 двойная 5 двойная до конца ряда я провязала последний ряд но еще его не соединила отпарила и дала остыть заготовки если изделие у вас с пуклями они устанавливаются сейчас потому что ввязав донышко мы закроем доступ к ним донышко умея у меня имеет 24 отверстия столбиков 42 если провязали такое же количество рядов все как у меня у вас тоже 42 столбика 42 минус 24 18 отверстий под донышку я провяжу два столбика и только в шесть по одному чтобы равномерно вязать донышко мое изделие и так я ввожу крючок в полу косу захватив еще вот эту ниточку вот 2 увожу петельку и закрепляю ее воздушный теперь беру донышко я перешла на более тонкий крючок чтобы он легко проходил в отверстие я возвращаюсь сюда же вытаскиваю столбик вытаскиваю крючок образую 1 в следующем ряду все теперь я буду вводить крючок вот над столбиками прошлого ряда но захватывать и эту полу косу и вот эту петельку на протяжении всего ряда эту петлю тоже я буду захватывать на крючок вяжу я в это же отверстие вытаскиваем провязываю то есть я сейчас два столбика провязала в одно отверстие следующее провяжу одно в одно отверстие и следующее мне нужно провязать 2 примерно у меня будет диапазон 3 столбика то есть три отверстия я вяжу по два столбика потом одинарные три отверстия по 2 потом одинарные в конце я пересчитаю посмотрю может быть что-то скорректирую пока так по моему количеству столбиков и отверстий вот я сейчас вяжу по два столбика в одно отверстие столбики не добавляю вяжу под только потому полотну которая у меня имеется то есть 42 у меня их и в конце ряда будет теперь следующее тоже 2 в одно отверстие вот 222 теперь можно провязать одинарные и так связываю заготовку вот что получилось теперь делаю соединение ввожу увожу петельку и закрепляю воздушные все сейчас нужно образовать первый столбик следующего ряда я ввожу крючок вытаскиваю все как на протяжении вязания круга и вот он первый столбик следующего ряда сейчас буду вязать вернусь на свой крючок на восьмерку ряд за рядом на необходимую высоту на моменте соединения рядов чтобы получить ровную гладь я всегда поправляю петлю следующим образом если я введу ее так и продену она будет перекручена в другую сторону не так как все остальные и будет выбиваться из общего полотна поэтому я ее всегда поворачиваю так чтобы она была скручена в ту же сторону в какую все остальные петельки слежу за подачей нити за натяжением нити чтоб петля шла к петле и натяжение нити не менялась тогда стенки вырастут ровные не будет иметь сумка форму бочонка будет ровно и аккуратно все расположено по вязальному полотну если требуется иногда я еще поправляю ножничками петельки поворачиваю их так как мне нужно я провязала 14 рядов у меня получилось 16 сантиметров если у вас металлическая фурнитура то заряд необходимо было ввязать ушки под ремень также можно обойтись разъемными кольцами и так я вытаскиваю край нити у меня остался небольшой запас но мне нужны еще завязки ниточки на утяжку на мешочек здесь делаю имитацию соединения ввожу крючок с изнанки на лицо и увожу всю рабочую нить далее буду делать обвязку края но нужно внимательно делать чтобы не стянуть мое ведро то есть не стянуть края точно так же как был провязан последний ряд с тем же натяжением нити и так и теперь нужно вернуть в исходную петлю сюда здесь захватываю 2 и увожу вот моя нить ввожу крючок в предыдущую кромочную косу увожу ее туда здесь коса за косой захватываю и делаю соединительные стежки главное не затянуть сделать это с тем же натяжением нити что и последний ряд что и все ряды чтобы край у нас не стянулся а был такой же свободный и ровный как все ведро провожу эту обвязку до конца ряда остался последний стежок его я тоже сделаю соединительным имитирую такой же стежок чтобы не было видно шва и стыка увожу сюда в первую протягивая и увожу в исходную предыдущую там по дну немножко спрячу его в глубину и отрежу когда буду пришивать либо фурнитуру боковые петельки либо уже вшивать сам мешок закреплю его ниткой и так фурнитуру мне нужно пришить ровно по обе стороны шов я оставляю позади у меня 42 столбика одна петелька занимает примерно три столбика по ширине это значит 36 столбиков делю пополам между ними будет 18 столбиков можно здесь от шва по 9 отсчитать и пришить и так пришивать буду с небольшим выпуском вот обратите внимание петелька выше немножко края ведерко моего и нитью в четыре то есть я в 2 вставила и связала завязала узел и вот такой нитью в 4 буду пришивать я жестко прижала как мне нужно закрепила и первый стежок провожу в первое отверстие буду проходить через одно то есть смотрите вот он первый стежок сейчас на изнанке сразу подтяну его и закреплю узелком чтобы все крепко было и ни одна петелька по пришитому ушку не болталась делаю закрепление на каждом стежке теперь прокалываю следующий через один у меня сейчас получится стежок через один вот те которые я пропускаю по пути к этому отверстию я пройдусь обратным ходом вот так подтягиваю и снова делаю закрепление и так шью вот я прошлась одним рядом теперь иду обратно тоже закрепляю каждый стежок по изнанке с одной стороны готова теперь делаем ровно противоположно то же самое со второй петелькой готовы я пришила обе петельки даже уже одела ремешок здесь сейчас можно пришить бирочку потому что потом мы вошьем подкладку у меня бирка будет внутри подкладки поэтому я этого не сделала сейчас вам будут предложены видео которые могут вам быть интересными там же будет видео по пошиву и вшиванию подкладки подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока